Девушки отдыхают Мисс Кролик поздоровалась Под водой говорить очень неудобно Здравствуйте, мисс Кролик! Это был самый последний аквариум О, но мы так и не нашли подружку для Голди! А что у нас в соседнем зале? В соседнем зале кафе О, замечательно! Моё любимое место! Привет, Пеппа! Ты нашла подружку для Голди? Нет! О, кто это? Это малыш Джинджер, моя золотая рыбка Он обожает аквариум О, похоже, наша Голди всё-таки нашла себе замечательного друга Хорошо, что Голди больше не одинока! Ура! Голди может навещать Джинджера в любое время, когда пожелает А так, моя дядка Это сладко! Он отворачивается и не хочет есть Накормить малыша Александра задачка не из лёгких Вот, смотри К нам летит самолётик Самолётик Александру нравится, когда ему ложка превращается в самолётик Может, попробуешь, Пеппа? Вот летит большой самолёт Открой скорее рот, и он влетит прямо в ворота Это был большой самолет Давай, скажи Самолет Послушай, он не умеет говорить Он еще даже не произнес Своего первого слова Пеппа, ты помнишь, какое первое слово Ты произнесла? Нет Это слово мама Странно, всегда считал, что сначала Пеппа сказала папа Нет, мама А какое первое слово произнес Джордж? Динозавр Первым словом Джорджа было слово динозавр Похоже, кто-то уже давно справился с обедом Да, пора в ванную, малыш Малыш Александр очень любит купаться Смотри, это динозавр А ты сможешь сказать динозавр? Он не умеет говорить, Пеппа Но когда-нибудь ему же придется И тогда вы узнаете, чего ему хочется Чем ты хочешь сейчас заняться, Александр? Кажется, он сейчас хочет пойти погулять Он пока не ходит Но мы можем вывезти его в коляске Какая у него замечательная коляска Да, пять скоростей, антиблокировочная тормозная система Какие ужасно сложные слова Только папа вас поймет Ага Александру нравится, когда ты говоришь, Пеппа Танцуйте, пока играет музыка А когда она остановится Замрите, как статуя Но, стуарт, внимание, начали Стоп, плечи и колен Да танцуйте, чего вы стоите? Стоп, плечи и колен Вот это еще моргает Выбываешь Глазки, ушки, рот Ты двигался, Джордж Ты выбыл Эдмонд и Ричард выбыли Победила Заза Ура Ты получила медаль Она из настоящей золотой пластмассы Мама, музыкальные статуи закончились Прекрасно Теперь сыграем в передай сверток Пока играет музыка, передаете сверток по кругу Когда музыка остановится, снимите с него обертку На старт, внимание, начали! Джордж, передай сверток дальше Эдмонд получил медаль Поскорее, Ричард Просто сними с него обертку Ричард получил медаль Джордж получил медаль Передавайте сверток Ну вот, Джордж не отдает сверток Нет, Джордж Это медаль Зазы Пеппа никого не может найти Этого просто не может быть! Лисенок Фредди тоже решил поиграть Привет, Фредди! Здравствуй, Пеппа! Что это ты делаешь? Мы решили поиграть в прятки Но я совсем никого не могу найти Давай я вместо тебя их поищу Попробуй, только и у тебя вряд ли получится Смотри, смотри Попались! О, привет, Фредди! Ага, смотрите-ка! О, ой! Лисенок Фредди сумел найти всех Как у тебя получилось? Просто у меня отличный нюх А чем тебе помог этот твой нюх? Я нашел вас Потому что знаю, как вы пахнете И вовсе я не пахну Вчера вечером я принимала ванну Ну, конечно Ты вкусно пахнешь О! Я могу найти вас Даже если крепко закрою глаза Как интересно! Тогда найди нашу Сюзи А глаза закрой Запросто! Прячься, Сюзи! Один, два, три Сюзи ищет, где бы ей спрятаться Шесть, семь, восемь, девять, десять Пора, не пора, я иду за двора Фредди ищет Сюзи с закрытыми глазами По запаху он определяет, где была Сюзи Вокруг дерева? За маленьким кустиком? А может быть, за горкой? Нашел! О! И все это благодаря моему чудо-носику Это же просто супернос! Да, именно Неужели у всего есть свой запах? О, да Все всегда пахнут совершенно по-разному Ну, а чем пахнет от меня? От тебя пахнет садовыми цветами и резиновыми сапожками Мама свинья приехала забрать домой Пеппу и Джорджа Мама! Дедушка починил старые часы с кукушкой Прекрасно! Что это? Это мой старый компьютер Компьютеры я чинить не умею Он работает, я купила себе новый компьютер и решила, что ты будешь работать на этом Ээээээм Сложно сказать Зачем он мне нужен? О, компьютер К чему он тут? На нем можно печатать письма Смотри, дедушка A, B, C, D И цифры разные Один, два, три А если мы его сломаем, случайно нажав не на ту кнопку? Не беспокойтесь, его непросто испортить Только не пои его молоком, не корми печеньем или жильем Он так забавно поет Выходи, курочка Если ты нажмешь на эту кнопочку, она снесет яичко Я уже освоила эту игру Хотя Джордж играет сто раз лучше Забавно Давай оставим этот компьютер, бабушка-свинья До свидания Пока Не хочешь немного поработать на нашем компьютере, бабуля-свинья? Да, сначала посчитаем, а потом попишем Пеппа и ее семья собрались обедать Я отдала свой старый компьютер дедушке с бабушкой Прекрасно, только вряд ли у них что-то получится Алло, говорит свинка Пеппа А, Пеппа, я хочу задать один вопрос по поводу компьютера Это дедушка, он сломал твой компьютер Он сделал это с твоим катером, дедушка-свин Кое-кто налетел на швартовую тумбу Раздался грохот и появилась большая дыра Вот Нельзя доверять управлению катером посторонним, дедушка-свин Да, сможешь починить? Ну, конечно, только измерю повреждения Дедушка-кролик измеряет дыру в катере дедушки-свина Теперь нужно найти, чем дыру залатать Хорошо, наверное, уметь чинить лодки Ого, нужны годы, чтобы научиться чинить лодки А как давно вы ремонтируете лодки? Годы Дедушка-кролик собрал много металла, чтобы чинить им лодки Вот это золотая жила Это просто груда металлолома Ага, но из груда металлолома можно многое сделать Например? Подводную лодку Ух ты! Дедушка-кролик сам сделал подводную лодку Она и правда работает? Смотрите Она наполняется водой Поэтому она очень хорошо погружается Но не очень хорошо всплывает обратно А вот как раз то самое, что я искал Это же стиральная машина Это заплатка для катера дедушки-свина Вот что Ты собираешься чинить мой катер куском стиральной машины? Да Он стал совсем как новый Ура! А теперь проверим Приготовиться к спуску Порядочная! Ха-ха! Поразительно он плывет! Ты как будто удивлен Да, обычно они тонут с первого раза Теперь мы можем провести целый день на реке Какая чудесная мысль Вот это жизнь! Мы на катере А вокруг только море и небо А-а-а! Большая бас-бочка! Мяу! Я не знаю, как это называется Но он скрипучий Это Кенди называется Гуиро Он приехал к нам прямо из Южной Америки Ух ты! Как он попал сюда? Я привезла его с собой из отпуска А это что? А это Маракас Я привезла их с собой из отпуска из Испании А это треугольник Мой папа продает их наборами по 10 штучек Спасибо, Фредди Я это запомню Не нужно ехать в отпуск, чтобы привезти их Спасибо А это что? А это кастаньеты Мой папа продает их наборами по 5 штучек Спасибо, Фредди Оле! Вот как нужно играть на кастаньетах Потренируйся, Эмили А мне обязательно танцевать? Ха-ха, нет Просто извлекай из них цокающий звук Хе-хе-хе А-а-а! Я вижу у Ребекки цимбалы Да! Вы знаете, как ваши инструменты звучат И мы можем сыграть на них все вместе Приготовились! Внимание, марш! Стоп, стоп, стоп! Это совсем не музыка Это всего лишь шум Кто угодно может бить и грохотать Но чтобы извлечь музыку Нужно слушать друг друга А еще соблюдать ритм Мадам Газель Я не могу извлекать музыку, слушая других Ты можешь хлопать? Да Раз можешь хлопать, сможешь и музицировать Девочки, повторяйте за мной И мальчики Мадам Газель превратила хлопанье в музыку Ииииииии стоп! А-а-а! Я расскажу вам одну историю Если, конечно, вы хотите послушать Нет, не надо Очень хотим Что ж, вот вам море и небеса Я... я учусь играть на банджо Хотите, спою вам песенку? Нет, не надо Очень хотим И вот я проснулся А море шумит Зовет в небеса Вода, небеса, вода, небеса Вот твой сыр О, как все-таки это мило И новая книга Как забраться на маяк Руководство к действию А почему ваш дом называется маяком? Я покажу тебе, Пеппа Винтовая лестница шла вверх Поднимаясь к самой верхней точке маяка Все наверх, наверх и наверх Мой дом называется маяком Потому что на самом верху у него расположен большой фонарь Ух ты! Светом он разрезает ночные небеса Помогая морякам отыскать дорогу к дому А когда опускается туман Я пользуюсь своим противотуманным рогом Дом! Даже уши болят Сегодня тумана нет Только море и облака Но я могу рассказать вам историю Нет, спасибо, нам пора домой Мы поплывем на остров пиратов До свидания, дедушка Крой Пусть море и небо вас радуют Спасибо! Лодка дедушки пса причалила к пиратскому острову Смотрите, наш песочный замок так и стоит Давайте будем играть в прятки Хорошо, один, два, три, четыре, пять На пиратском острове почти совсем негде спрятаться Пора не пора, я иду со двора Я вас вижу! А где же Джордж? Дедушка пес нигде не может найти Джорджа Я сдаюсь, где же он? Джордж прятался за спиной у дедушки пса Картинки Газета, картинки Дедушка, а что это торчит из воды? А, подлодка по боевым местам Эй, на борту, мои дорогие Это дедушка кролик на своей подлодке Чудный день для морской прогулки Только море и небо Я мог бы рассказать вам Тебе нужно что-нибудь купить? Да, сыру, пожалуйста Сыр! Катер дедушки свина приплыл к магазину Здравствуйте, сегодня очень тихо Вы мои первые покупатели Может, из-за наводнения? Смешно, правда? Да, небольшой дождик И все сидят по домам Что вам нужно? Список у Поли Кто умный попугай? Кто умный попугай? Мамочки, Поли забыла список К счастью, я помню, что нужно всем Сыр! Спасибо, Пеппа Ты молодец Газета и картинки Спасибо, Пеппа Как хорошо, что Пеппа отправилась в магазин А то у нас нет ничего на обед Вот ваш шоколад Теперь мы можем обедать, мама Пеппа и Джордж вернулись домой Им пора спать Наступило утро Ой! Вода ушла Но оставила большую грязную лужу Грязные лужи! Это самая большая в мире грязная лужа! Хе-хе-хе! Ты хорошо выглядишь! Вот спасибо, Сьюзи Это все мое новое платье А почему ты не разговариваешь, Пеппа? Да, почему ты не говоришь, Пеппа? Ох, это дурацкая игра! Какую игру ты играешь? Сьюзи сказала, что я болтушкой, что я не могу помолчать! Но ведь ты и сейчас не молчишь, правда же? Так, я больше никогда в жизни не буду говорить с этого момента! Всем привет! Привет, Дэнни! Привет, Дэнни! А что случилось с Пеппой? Она не разговаривает О! Кто хочет винограда? Я хочу! Я хочу! Нельзя кивать головой, это нечестно! И нельзя моргать! Привет, ребята! Привет, Педра! А что случилось с Пеппой? Она больше никогда не будет говорить Почему? Просто она слишком много болтает Я не слишком много болтаю! И вообще, ты вечно ходишь вот так О, смотрите на меня! Я овечка Сьюзи! Видишь, я права! И говоришь ты так Микки-мэки, бу-ба-бу! Это на меня не похоже! Немножко похоже на тебя, Сьюзи! Ты такая же шумная, как и я! Я могу и помолчать! Это не так-то просто! Это не так уж сложно, Пеппа! Хорошо! Тогда попробуй! Давайте все попробуем! И покажем моей маме! Мама, мы будем вести себя тихо! Очень тихо! Так тихо, что вы услышите, если что-то упадет на пол! Тихо, как мышки! Но сейчас вы совсем не тихие! От вас ужасно много шума! Овечка Сьюзи переоделась в халат медицинской сестры! Не бойтесь, я только притворюсь медсестрой! Покажите язык и скажите «аааааа»! «Аааааааа»! Дом кролика Ребекки! Кто со мной говорит? Это мама крольчиха! У вас все хорошо? Да. Судя по всему, я пробуду на этой работе весь день. А как же все остальные работы, мисс Кролик? Нам нужны будут помощники. Мороженое от мисс Кролик? Папа, зачем ты опять покупаешь мороженое? О, Пепа, я шел в спортивный зал и вдруг подумал, что мороженое сейчас было бы кстати. Мисс Кролик больна. Сегодня ты будешь продавать мороженое. О, уж я-то знаю толк в мороженом. Можно мне одно с вишенками? А, клубничное, ванильное, шоколадное, банановое. Давайте с виставсками и одно клубничное. А, клубничное. О, растаяло. Могу я предложить клубничный суп взамен? Служба эвакуации дедушки пса слушает. Мисс Кролик больна. Не могли бы вы вывезти на маршрут ее автобус? Конечно, Пепа. Все на борт. У мамы овцы сломалась ее машина. Служба эвакуации дедушки пса слушает. Не могли бы вы меня спасти. Выезжаю немедленно. Мы бы хотели извиниться перед вами за причиненные неудобства, возникшие вдруг у вас на пути. Вести автобус – непростая задача. И продавать мороженое совсем непросто. Я задаю вопросы, а вы отвечаете. Какая же это, по-твоему, игра? Вы не должны говорить ни да, ни нет. Слишком просто. Значит, ты согласен сыграть? Да. Ага, ты сказал да. Так не честно. Я был не готов. Би, а ты готова? Да. Ага, я снова выиграла. Пепа очень хорошо играет в игру да и нет. А мне можно задавать вопросы? Разумеется. Ты не возражаешь, если я буду задавать вопросы? Я не возражаю. Я когда-нибудь заставлю тебя сказать да или нет? Я так не думаю. Ой, я сдаюсь. Почему это ты всегда побеждаешь? Объясняю. Потому что я не говорю ни да, ни нет. А, я выиграл. Ты сказала да и нет. Это забавно. Поиграем в другую игру? Вы когда-нибудь играли в сардины? А что это? Кто-то прячется, а мы стараемся его найти. Это очень похоже на игру в прятки. Но когда вы его находите, вы помалкиваете и прячетесь в том же месте, пока все там не спрячутся. Прямо как сардины в банке. Хорошо. Давайте попробуем. Джордж, ты прячешься первым. Раз, два, три. Джордж ищет, где бы спрятаться. Девять, десять. Кто не спрятался, я не виновата. Джордж, я вижу твой хвостик. Пеппа прячется с Джорджем. Подвинься, Джордж. Я нашла вас. Теперь Хлоя должна втиснуться к Пеппи и Джорджу. Подвиньтесь. Вот вы где. Теперь Белинда должна втиснуться туда же. Потеснитесь. Мы прямо как сардины в банке. Джордж, вставай. Санта уже приходил. Мыльные пузырики. Картинки. И мандарины. Мама, папа, наступило Рождество. А, кто? Еще очень рано, Пеппа. Лучше пойди поздравь с праздником бабушку и дедушку. Бабушка, дедушка. Без паники. Лапы на палубу. Рождество. Сейчас только три часа утра. Но Санта уже приходил. А если он все еще здесь, мы его увидим? Нет. Санты здесь нет. Смотрите. Морковка, сок и сладкий пирог исчезли. А в пирогах только крошки. Да, Санта очень любит сладенькое. А под елкой коробки с подарками. Я попросила Санту принести мне куклу. Может, откроем их прямо сейчас? Большие коробки мы откроем только после праздничного обеда. Ну, ладно. Пеппа и ее семья сеют за праздничный стол обедать. Давайте взорвем хлопушки. Там внутри красивые короны. И свистульки для праздника. А еще шутки. Что там дрожит в небесах? Я не знаю. Вертолет из желе. Праздничный пудинг просто объедение. Пеппа и Джордж помогали мне его печь. Мы его вымешивали. А ты успела загадать желание, Пеппа? Да. Я попросила, чтобы... Не посвящай нас. Давайте откроем подарки. Ух ты! Вот это подарок для Джорджа. Какие прекрасные гоночные машины. По-моему, они тут что-то намудрили. Дайте-ка мне посмотреть. Это сюда. Вот это сюда. Он-то, Клаус, такой старенький. Ему сто и еще сто лет. Ух ты! Даже старше моего дедушки. Домик Санта-Клауса. О-о-о! О-о-о-о-о! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Домик Санта-Клаус! Вы хорошо себя ведете? Да! А все ли вы содержите в чистоте свои комнаты? Да! А ты? О-о-о-о! Конечно! А теперь подойдите и скажите, чего бы вам хотелось на праздник. Можно футбольный мяч, пожалуйста? Ксилофон! Домино! Магический шар, пожалуйста! Гоночную машину! Мячик попрыгун! Бум-бум-бум! А можно поезд? Игрушечный, надеюсь! Какой еще игрушечный? Настоящий! Я буду катать на нем самых настоящих пассажиров! Хо-хо-хо! Посмотрим, смогу ли я! Так, надеюсь, это все? Мы с тобой никогда не встречались? Прости, дорогая! Как тебя зовут? Я свинка Пеппа! Мы встречались, точно! Ах, да! Очень рад тебя видеть, Пеппа! Что бы ты хотела получить на Рождество? Я бы хотела куклу, которая умеет ходить, говорить, а еще она сама закрывает глаза, когда спит! Можно? Э-э-э, мне то же самое, пожалуйста! Вот и договорились! Надеюсь, ты знаешь, где я живу, верно? Знаю, знаю! А сколько тебе лет? О-о-о! Мне сто и еще сто лет! Что я говорила! Хе-хе-хе! До свидания, Панта Краус! Не забудьте оставить мне сладкого пирога и... Сока! Мы и так помним! А еще морковки для оленей! Хо-хо-хо! Пеппа и ее семья поехали домой после рождественской ярмарки! Папа! Какой пойдет? Ух ты! Спасибо, папа! Он золотой! Да! Это пластиковое золото! У-у-у! Вот кубок победителя! Он из пластикового золота! Ух ты! В фургоне твоего папа действительно есть все-все-все! Да! Эй! Поехали до дома Пеппы! На старт! Внимание! Марш! Хе-хе-хе-хе! О-о-о-о! Да-а-а-а! Дожмите на кнопку и прибор просто исчезнет! О-о-о-о! О-о-о! А если нажать на эту кнопку, можно слушать музыку! Хе-хе-хе! А-а-а-а-а-а! Все друзья пришли к финишу вместе! Вы все победители! Но у нас только один кубок! В моем фургоне найдутся кубки для всех! Ура-а-а-а! Мистер Лис, а есть что-то, чего нет в вашем фургоне? Проверьте! У вас там есть банджо! Четыре или пять струн? Хе-хе-хе! У вас не найдется дерево в фургоне! Хе-хе-хе! Яблоко или груша? Наверняка у вас в фургоне не будет ракеты! В наборе по пять штук! А как насчет курицы? Одна курица! Пап-пап-пап! Хе-хе-хе! Фургон у мистера Лиса волшебный! Это суперфургон! Да, а он такой! Идем, Фредди, нам пора домой! Пока! До свидания, ребята! Пока! А у вас есть замок с сокровищами? Да! Садовый навес! Да! У меня там есть все! Ой! У меня нет бензина! У мистера Лиса в фургоне есть все, кроме бензина! Хм... Мне нужно на заправочную станцию! Я бы вас дотащил, но у меня нет троса! О! Всем здравствуйте! Ты должен быть на работе! Да! Но я забыл дома очень важные бумаги! Папа! Мы делаем самолетики! Мы сделали вот этот большой! Ух ты! Фантастика! Его должен бросить кто-то большой и сильный! На старт! Внимание! Марш! Большой синий самолет летит очень высоко и очень далеко! Он все летит и летит! До свидания, самолет! Хо-хо! До свидания! Теперь я должен найти мои важные рабочие бумаги! Кто-нибудь видел в доме листки бумаги? Э-э-э... Может, тебе лучше пойти со мной? Это одна из твоих важных бумаг? Да, это одна из них! И это тоже из твоих важных бумаг, Папа! Да! Спасибо, Пеппа! Ха-ха! А-а-а! Почему мы у Утиного пруда? Ха-ха! А-а-а! Понятно! Спасибо, миссис Утка! Теперь не хватает только большого синего чертежа! Ммм... Он большой и синий? Как самолет, который ты бросил далеко-далеко, Папа! Ой! Э-э-э... Которому мы сказали до свидания! Да! Пожалуй, я позвоню в офис! Это офис Папы-свина! Алло! Папа-свин, вы нашли бумаги? Я нашел некоторые! Нам нужен только большой синий чертеж! С этим могут быть проблемы! Папа забросил его далеко! Забросил его? И он все летел и летел! А-а-а! Он здесь! Он приземлился на моем столе! А-а-а! Прекрасная мысль! Сделать из него бумажный самолет и бросить нам! О-о-о, да! Ну! Ну!